Всем привет, с вами Дед, и сегодня я продолжу вам рассказывать про необычные приколы с полей китайского биониклостроения. Я вам уже в одном из своих прошлых рассказов, в одном из своих прошлых видео рассказывал про линейку вот таких вот прикольных ультраменов от Enlighten. Такие вот чуваки, которые очень похожи по биллу на биониклов, но пошли немножко дальше в лего в плане конструкционных инженерных идей. И как я вам сказал в том ролике, если бы вы увидели, эти чуваки прикольно интересные, и я очень ждал развития всей этой идеи. И они развиваются по-своему, то есть я все еще жду каких-нибудь кайзю на этом билде, чтобы было больше прикольных необычных деталей. Но пока выходят только ультрамены, я все еще абсолютно не шарю за этот фандом. Это просто какие-то прикольные, гигантские, как я понял, робиты-бобиты, или мужики, или что, хрен его знает. Такие вот чуваки похожие на Power Rangers чем-то, ну, сколько я знаю, это предки их. В общем, чуваки по этой серии выходят, там выходят новые детали, новые элементы брони, новые всякие приколюхи, новые гиммики, типа там светящиеся глаза, какие-то пукалки и все какое-то такое. И Enlighten не останавливается на достигнутом. Они развивают всю эту франшизную линейку путем выпуска, во-первых, мини-фигурок, а во-вторых, они выпускают мехов, и у этих мехов лютые вагбы Экзофорса. И не то, чтобы у Лего сейчас нет мехов, у них до хрена мехов, особенно в линейке Ниндзяга, да и в других любых тоже, но какие-то они не такие. Но чем меня зацепили, в первую очередь, именно эти ребята? Тем фактом, что у них заточки, посмотрите, от Туанува, этот парень у нас бегает, кстати, он очень похож вот на этого мужчину, только в миниатюре, но цвета другие, поэтому, скорее всего, другой персонаж. У него, собственно, катаны от Ливы Нува, а у этого мужчины конек, вот это вот лезвие от Капаки Нува. И я раньше у Нлайта на этих деталях не встречал, и мне очень интересно их посмотреть. Нет, гоню, Лива клинки у них были в наборе с баллистой по Варкрафту, обзор на который у меня тоже есть на канале, вы можете с ним ознакомиться, он любопытный по-своему, а вот этих коньков у них не было, и вот детали, набор с этими деталями был довольно давно. И, конечно же, я не мог не удержаться, не заказать их, чтобы, во-первых, в целом посмотреть, что это за пацаны, потому что это любопытно. А во-вторых, чтобы заценить новые Биониклские детали, потому что, как вы знаете, Лего, по их же официальным заявлениям, они не хранят долго молды, и детали, которые они не используют, сами ледники, они типа уничтожают, потому что они типа занимают место на складе и всякое такое. Поэтому они там не могут нам вернуть некоторые старые детали, да, тех же Биониклов, потому что это дорого, это можно заново их чуть ли там не все разрабатывать. Но китайцам пофигу, у них все есть, я все еще не понимаю, почему Лего не обратится к Эдлайтон, чтобы попросить у них детальки, потому что у них их много. И еще я взял такую миньку, это, как я понял, типа Polybank, ну, в смысле, ну, это коробочка, бусты с рандомными пацанами. То есть здесь, видите, вот эти вот мини-фигурки интересные, вот, и тут какие-то рандомные черти нам попадаются. Ну, тоже просто взял заценить, посмотреть, потому что почему бы и нет. Они выглядят любопытно и довольны, но, судя по фоткам, подвижные пацаны. И да, сразу оговорюсь, здесь, видите, написано Кумен, здесь написано Киплей. Это все Эдлайтон. Они, то ли суббренды, то ли чего, но на деталиках все еще есть принт, принта выбита Эдлли, то есть это все еще их детали. Поэтому если вы видите наборы под каким-то из этих брендов, и вы сомневаетесь в качестве, не сомневайтесь, они все 100% будут классные, хорошие. Это современный тип Эдлайтон, он просто великолепный. И все еще мне удивляет то, что это официальные наборы по лицензии, то есть у того же Эдлайтона выходили наборы по покемонам, тоже по официальной лицензии. Здесь у нас тоже написано Цубурайя Продакшн в коробке, вот, также здесь на всех этих наборах. У меня вот этот пацан был без коробки, к сожалению, но их даже в детском мире у нас сейчас продают, завозят. Тут есть, как на покемонах, те же лицензионная наклейка. Вот, Цубурайя Продакшн, это все официальные наборы по лицензии, то есть японцы не с Лига Колабица, а с китайцами, то есть вот настолько китайцы сейчас крутые. И насколько крутые конкретные данные наборы, мы сейчас заценим. Но предлагаю начать с малого, с мини-фигурки. Воспользуемся лезвием типа нож, ну потому что что, ее быстро открыть и посмотреть, а потом я уже буду собирать больших ребят. Вот. Какой-то голубой пацан. О! А коробочка здесь не просто так. Ну в том плане, что здесь большие детальки. Коробочка, блин, здесь еще вот самый интересный дисплей заклеили дебильной наклейкой с двух сторон. Ладно. Я все еще не знаю этих ребят, но я вижу здесь у нас мини-фигурку. У нее на жопе, кстати, тоже ТПЦ вот этот вот принт. Видимо, это, не знаю... А, ну, Турай Продакшн, наверное, типа их как аббревиатура. Итак, в комплекте у нас есть подставка, есть карточка, видимо, какая-то коллекционная или типа того, где нам поясняют, что это за персонаж. Прикольная, да? То есть не просто как у Лего обычный стенд, а такой, типа, с некой интерактивностью. Новое поколение. Ультрамен Pocket Sized Block. Его артикул. Ультрамен Fuma. Ультрамен Fuma. Ультрамен Fuma. Написали три раза, чтобы я понял, что этот голубой парень это Ультрамен Fuma. я запомню. Спасибо. Итак, в инструкции во вкладыше также показаны О! Во! Кайзю у них есть. Вот, здесь два монстра. А, собственно, указано, блин, то есть я жду такие же вот только на большом билде. Итак, Ультрамен Fuma, а также остальные Ультрамены различные. Не буду их запоминать. О, вот русский Ультрамен. Блин, а боевого вот этого нету. Ладно, прощаю. Собственно, инструкция понятная в целом. Собрать несложно. Она как у систем легорских мифигурок универсальная. Это четвертый вольюм написан в Classic Edition, то есть были еще другие три, возможно, их более новые. Минька у нас немножко сборная. У нее основной корпус целиковый, но в таком литнике у нас здесь есть ручки с локтями, кстати. Есть просто крошечные вот так, их просто занюхнуть можно и не заметить. болт-джойнты на пин-коннекторе таком для кистей, я полагаю, не. Для чего? Инструкция, что написано? А, это плечи. Блин, крошечные соединители, но стыкуются классно, то есть рисково. То есть того же мегаблокса все-таки нет такого, у них оси вот эти встроены в корпус, а здесь надо их собрать. Не знаю, почему так, но вот сделали, как сделали. А, возможно, это из-за монстров как-то с ними связано. Вот. Так, присоединяем ботиночки на каких-то джойнтах. Так, также у нас здесь есть шея. Да? Да, чтобы типа ну, не голая ось болталась и вот такая большая прикольная щебиголова. Вот. И... О, запасная есть, Штучка, деталька. И две кисти. у нас получился вот такой чуплик. Блин, нет, напоминаю, что качество здесь просто великолепное. Все, ничего не скрипит, не пердит. Принты четкие, классные. И он безумно подвижный. Примерно, как вот этот большой чувак, только он маленький. И, видимо, Майнлайтен решили дальше смотреть приколы у Мегаблокса, потому что у Мегаблоксов довольно давно есть фигурки с подвижными, ну, то есть, такого маленького формата с подвижными конечностями. У меня сейчас нет под рукой миник этих Мегаблокса, но мне кажется, они даже по росту примерно сопоставимые. Они чертовски этот парень подвижный, классный. Это имба. Это очень круто. То есть, можно ставить в любые позы, у него куча соединений, у него ось поворотная всякая в плечах, в локтях, то есть, локти крутятся в разные стороны, кисти поворотные, ось в поясе, голова поворачивается, то есть, ну, можно позировать как только душе угодно. Можно ему этот вот литник нет, нельзя, кстати, в качестве оружия можно ему выдать, но нет. Типа, ладно. Прикольные, прикольные чувачки, меня они очень импонируют. И сейчас я соберу этих гигамехов и поделюсь с вами каким-то своим впечатлением насчет этого. Владимир Ильич Ленин самый известный политический деятель 20 века. На протяжении свыше 70 лет в Советском Союзе он считался непревзойденным гением, поставившим цель построить в России коммунизм, который предполагал наличие высокоразвитых производительных сил, отсутствие деления на социальные классы и упразднение государства, в котором не должно было быть денег и реализовывался принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям». В 1920 году в своей речи «Задачи союзов молодежи» Ленин утверждал, что коммунизм будет построен в 1930-1950 годах. В 1917 году Ленин взял на себя непосильную задачу сделать отсталую аграрную Россию социалистической, а затем коммунистической. Он мечтал, что трудящиеся будут получать все по своим потребностям. Идея оказалась несостоятельной. Правда, после Ленина страна постепенно перешла на индустриальный путь развития. Коммунизма не достигли, но ценой огромных усилий, в том числе миллионных человеческих жертв СССР приблизился к передовым позициям на мировой арене. При жизни у Ленина не было наград, не считая ордена Хорезмской Народной Социалистической Республики. Итак, давайте начнем по порядку с микрочела. Как я и сказал, да, он действительно по конструкции прям очень схож с фигурками от Мегаблокса, но пластик здесь разительно лучше, чем в Меге. Также из плюсов это подвижные столбы, что просто открывает невероятные возможности для классного позирования и из минусов это то, что голова на оси у Мегаблоксов она все-таки всегда была на шарнире. Тут типа на манер леговских челов просто поворотная ось. Зато все остальное у нас двигается только в путь. Все еще. Еще раз отмечу эту прикольную подставочку, на которой эти самые позы можно и оформлять. и по-моему это прям класс фигурки и, конечно, имба. Второго мужчину я собрал за кадром и можно сказать, что они как бы совершенно не похожи по билду, но у них чрезвычайно схожие паттерны. давайте пробежимся по ним. Во-первых, да, позирование делал такое. Чрезвычайная подвижность немного вредит устойчивости. Собственно, с этого русского мужчины серебро им на белое заменить и будет идеально. Очень лучший набор. 700 из 10 берите все в детском мире. У него вообще у них вот всей этой линейки есть схожие моменты, очень схожая идея с вот этими микромехами от Лего. А также похожие проблемы. Ну, то есть, например, то, что руки крепятся на этот булл-джоинт маленький микселевский и они иногда вверх руку не можем нормально поднять, шарнир выскакивает. Зато тирается вверх-вниз, поворачивается как угодно. С локтями похоже, но в принципе локти в эти стороны не надо выгибать. Локти сделаны контрационно правильно, когда нужно они днутся. Вот так у Лего. Ну, вот такая еще дня. Пояс у нас поворачивается, локоть гнется как угодно, скручивается благодаря шарниру. Также потрясна эта деталь кисти. Тоже она у нас гнется, крутится, вбок чуть-чуть и подвижность есть, шарнир довольно большой. Любопытно, что здесь шарнир не микселевский, это какой-то другой, он более крупный, я не знаю зачем, но в целом все равно это можно самоделки как бы имплементировать, потому что все крепится на такую вот ось, возможно это какой-то шарнировский, в смысле мегаблоксовский формат шарнира, не знаю, но типа окей, кисти прикольные, у них причем здесь аксель, то есть можно собственно оружие любое на крестовине составлять это круто, классно, можно их явно комбинировать по деталикам с вот этими вот ребятами и творить невероятные самоделки. Тогда пояс оказал у нас поворачивается, в бедрах большие болт-джойнты и напомню, если вы забыли вдруг из прошлого обзора, Enlighten сейчас перешли с биониковских, с леговских шарниров, на мегаблоксовские они чуть-чуть меньше, на первый взгляд не одинаковые, но у них отличается все-таки размер, и здесь даже сокет мегаблоксовский используется, который можно видеть, например, в наборах по роботам супергероям, обзор которых у меня тоже есть на канале, видите, рука отлетела, здрасте, это прям раздражает, но с ногами такого не происходит, вот, то есть плотные, ой, здесь прикольные такие вот детальки, используются, то есть шарниры не вылетают, это цельная деталь, правда, минус в том, что мегаблоксовский шарнир, вернее, этот сокет спроектирован под кругленькую ось, а здесь у нас крестовина, поэтому до конца нога здесь не, как бы, не сгибается, вот, чуть-чуть она накладывается, в сторону, ну, типа, это не тоже прям сильный минус, просто нюансы, колени у нас тоже, здесь нет никаких несчетных соединителей, да, систем момент, когда отскакивают детальки, обожаю, собственно, нога гнется, также ступня, ступни странные, они тоже на, собственно, миксель-джойнте, но у нас, опять же, такие изоформы, подвижность сустава здесь ограничена, вперед-назад, да, клево, что сгибается вот здесь сама стопа, в общем, у нее прямое положение уже под углом, то есть, сильно назад не уйдешь, вперед можно, но так сложно, зато вот вбок она, они ноги, стопы хорошо сгибаются, пилот у нас садится, собственно, в кабину, которая вот на этих детальках из ExoForce цепляется, и чел просто здесь, он просто стоит, здесь нет никаких пипок внутри, по-моему, нету Лего, стоять, у Лего стопы статичные, поэтому он более устойчивый, да, у Лего здесь есть, ну, нет прям пипок, есть такая вот фигурка, не знаю, как его назвать, здесь потому, что ноги подвижные, подобные детали не было, поэтому он просто стоит, он держится нормально, как бы, не вываливается, но болтается, да, выглядит немножко забавно, такой в целом приятный робит-бобит, собирать его было действительно интересно, много необычных деталей, ну, это все с тем, как бы, у него есть свои нюансы, в отличие от Биоников и Техников, про второго робота, он мне понравился, чуть-чуть больше, в плане Деригна, потому что у первого у него плечи узкие совсем, у этого руки поприкольнее, с подлинностью у него все тоже самое один в один, абсолютно, то есть они довольно похожи, из нюансов, это, во-первых, ноги, вернее, стопы, они точно такие же, но у этого парня здесь такая вот, не знаю, как называется штанина, короче, торчит вот здесь какой-то, закрылок, который, ну, вообще не позволяет вперед стопу двигать, да и назад она тоже, получается, не двигаться, потому что ограничение идет сокета, все, ну, вот, да, ну, стопы, да, в боксе так же поворачивается, то есть, какие-то позы можно все еще с этим творить, но ограничений явно больше, колени, кстати, забыл сказать, у них сгибаются, ну, не на 90 градусов, то есть вперед они выгибаются полностью, а назад нет, просто это такая конструкция, так сделали, ну, типа, окей, идеально, но приемлемо, биониковские детальки, я чем вспомнил, почему, скорее всего, мы здесь их увидели, почему мы увидели клинки Ливы и конек Капаки, дело в том, что у Инлайтен, кажется, в 2004 году были копии Ливы и Капаки, Нувы, в их линейке судьи, так называемые, Judges они были, если я правильно помню, то есть, там было два оригинальных, то один был вот этот парень, это полностью, как бы, ну, оригинальный набор, не копия какого-то конкретного, и был второй, такой же коричневый, то есть, и были два вот этих парня, они были прям полностью идентичны, со исключением цветов, у Инлайтен серебряный не такой светлый, а он у них постоянно, не знаю, сколько это передает камера, но он чуть-чуть темнее, вроде в Лего такой тоже цвет есть, если я не ошибаюсь, типа флэтсир, или что-то типа того, то есть, не очень похоже, но разница есть, вот, и в Инлайтен он всё время применяется во всех их наборах, то есть, вот эти же моторные были у них, вот конечность, да, там сокеты в этом цвете, борки были, у них тоже другой серебряный, соответственно, у этих вот, их судьи Туанувы, были вот эти вот детали, и они как будто связи, то есть, возможно, по той причине, что скопировали в то время именно эти наборы, мы можем видеть в 2024 году вот эти вот старые, новые детали, и это круто, это значит, что какие-то элементы, какие-то ледники, они всё ещё сохраняются у Инлайтенов, и, возможно, мы и новую броню когда-нибудь увидим в каких-нибудь новых наборах, конечно, было бы круто увидеть прям полноценные копии Биониклов, вновь, как это уже было, ну, они не прям 100%, наверное, сейчас были нюансы, вот, но даже такие детали, да, сразу возвращают память об Экзефорсах, которые успешно имплементировали эти себе Бионикловские детали в конструкции, там, старые, и Рейсерс, и прочие штуки. Стоит ли покупать эти наборы ради конкретно этих двух заточек? Ну, 100% нет, в том плане, что они не то, что прям гипердорогие, но детали идеальные, классные, качество у них великолепное, соединяются они с Лего прям безупречно, просто можно взять, вставить, и всё, как будто бы прям 100% идеальная копия. Вот, она такая и есть, то есть, пластик, даже чуть более приятный, я бы сказал, ну, возможно, он чуть сент времени, и света сохся, этот такой помягче, поприятнее будет, но всё ходит великолепно, всё-таки у нас такие уже топ-тир, я бы сказал, китайцы, в том плане, что когда покупаешь этот набор, нет такого странного ощущения, будто бы тебе может чего-то не хватить, то есть, все детали на месте, они все отлично соединяются между собой, они так же отлично отваливаются от себя, прям, всё как у Лего, без всяких но. То есть, качество потрясающее. Здесь даже наклейки, что меня на самом деле очень огорчило, потому что у прошлых наборов Enlighten в виде там домиков и других серий были всегда принты, за что я их очень хвалил, и меня это очень радовало, здесь же решили сделать как у Лего наклейки, которые влекут свои проблемы, типа, что цвета не совпадают, конечно, всё как у Лего, то есть, прям, класс. В целом-то, сами роботы прикольные, мне больше говоря, больше, честно говоря, радуют здесь эти маленькие чубрики, то есть, минки, конечно, великолепные, играть с ними можно прям как угодно, веселые, классные, а всё ещё без понятия за лор этих ультрамэнов, возможно, я когда-нибудь решусь с ним ознакомиться, но, скорее всего, нет, также я очень жду новых наборов из линейки этих больших конструируемых фигур, но и в целом мне нравится тот курс, который поддерживают китайцы, то есть, качество на высоте, абсолютно приемлемый, используется много необычных деталей, много новых деталей, много забытых старых деталей, так что на самоделки брать прям маст хэв, но и в целом как на самостоятельные наборы этих ребят брать тоже всё ещё стоит, они действительно стоят своих денег, ну и на сегодня у меня всё, буду держать вас в курсе, что ещё нового интересного китайцы могут преподнести, ставьте подписки, лайкайте каналы, подписывайтесь на мой телеграм, где я также держу всех приколов и провожу перед ней, вот я тут недавно розыгрыш проводил, какой-то всевозможный какие-то активности буду подтягивать, также можете подписываться на паблик Бонкрес ВКонтакте, ну лучше отпишитесь от него, там сейчас идёт конкурс интересный по самоделкам, где также будут необычные крутые пройзы, в общем, тоже какие-то движухи, пытаюсь время от времени с подписчиками организовывать, и на сегодня у меня всё, покупайте только самые качественные игрушки, деградируйте на полную, кайфуйте, и всем пока! Субтитры Субтитры Продолжение следует...